Каждое утро детский сад поселка Тярлун у езда от Тао Кызылсу Кыргызского автономного округа Синьцзяни-Уйгурского автономного района Китая начинает новый день со смеха детей. Отправив внука в детский сад, кыргызский пастух Манап Тохти и его жена Марбат Узал наслаждались утренним чаем. Внучка уже пошла в старшую группу детского сада. Марбат Узал достала фотографию и захотела насладиться ей вместе с Манапом Тохти. Это выпускное фото не простое для Манапа Тохти и его супруги. До рождения внука они были пастухами в горных районах поселка Тярлун. Шесть лет назад после переезда в Тярлун вся семья попрощалась с жизнью в пастященном районе и переехала жизнь в поселение пастухов Тярлун. Внук и внучка родились друг за другом и оба ребенка учатся в детском саду рядом с домом. Образ жизни трех поколений семьи изменился из-за переезда и оседлости. Уест Актау расположен у восточного района. Подножия Памирского плато, 96 процентов которого составляют Альпийские горы со средней высотой 4670 метров. Есть более 6000 местных пастухов, таких как Манап Тохти и его жена, которые изначально жили в горах и жили за счет выпаса скота без стабильного дохода. Начиная с конца 2017 года, после реализации политики переселения, эти пастухи шли из глубины гор Кунлун, поселение в уездном поселке Тярлун. И живут в домах с такими функциями, как канализация, электроснабжение, природный газ, дороги и отопление. Есть общественные объекты, такие как детские сады, начальные школы, поликлиники и помещения для общественных мероприятий. В то же время пастухи, переехавшие сюда, могут бесплатно подать заявку на открытие теплицы для выращивания овощей. В то время Манап Тохти никогда не видел, чтобы овощи выращивались в теплице. Когда раньше жили в горах, можно было на пальцах сосчитать виды овощей, которые были в семьях. Манап Тохти Манап Тохти Манап Тохти, которому почти 70 лет, от скотоводства в прошлом до ежедневных халопот в теплице, такой карьерный переход дается нелегко. Манап Тохти Манап Тохти Манап Тохти выращивание овощей в теплицах совершенно новое дело. Он до сих пор хорошо помнит тот день, когда впервые попробовал свой первый урожай с турчковой фасоли. Манап Тохти Манап Тохти Манап Тохти освоил технику посадки стручковой фасоли, томатов и дым. Манап Тохти Манап Тохти Манап Тохти Манап Тохти Манап Тохти По сравнению с тяжелой жизнью в горах, после переезда в поселок, Манап Тохти и его жена живут достойной жизнью и добились овощной свободы. Теперь, когда у него есть время, он исследует с научной точки зрения стручковую фасоль и томаты. И время от времени приглашает Сулаймана Смаила, местного эксперта по выращиванию овощей в теплицах, чтобы помочь ему в этом исследовании. Манап Тохти Манап Talk Манапо Лайман Смаил – один из первых молодых пастухов в поселке Тяруэ, который изучал посадку овощей в теплицах. На протяжении многих лет он принимал участие в различных учебных курсах по посадке овощей, проводимых на местном уровне. В сочетании с его практическим опытом посадки Сулейман Смаил стал теперь не только техником, но и местным экспертом по посадке овощей в теплицах, помогая местным жителям в случае, если у них есть вопросы. Когда мы учились, мы не будем ученики, но и местным — это только 100 бюро, но и местным дерево. Если у вас находятся и местным, то не только те, кто хочет кроме того, что приходит из двух маленьких курсов, среди 200 кюро. Еще раз приходит от любопытства, еще и добро пациента, и снова приходит, а потом — еще, она просто делается. В их время одни только работают, что потом環ется. Сейчас есть токтоп, у меня нет токтопа. Это то, когда вы седали, это очень токтоп. Если вы пройдёте, в порядке ценностей. Если вы потеряете стены, то можно тоже работать с другой стороны. Очень трудно. Отпишись у мамы, милые отцы, мы перемещём. Можно расцвescать. Решили найти этом. Что нам нужно сделать? Своей, у меня астана, ты и прожил в дом. А вот как идет этот ребенок? Переехав из горной местности, Салайман Смаил очень увлекся выращиванием овощей и фруктов в теплицах. По сравнению с холодным климатом в горах и тяжелой пастбищной жизнью, теплицы дают ему большую безопасность. Медор, он был гармит, ес, он разыграл, он был готов. Такой человек будет скороткoma, что у него нет. У него нет, который дает собрать поддимение. Еще, он выводит вас на ладlavoz, он не имеет какое-то «мышь, я не могу, я не могу, не могу». Все, я уже говорил, что мы родим, я попал, я не буду просмотреть, не знаю, чтобы я родилась. Я жду в этот раз. Я требовал, чтобы я пришел, что не короба, что мне чуть, чем я не призовалась, так, что мне risen, чтобы я получил его правду. Я получил genau такую научную работу, или даже ежедневно. Я начну за то, что мне пришли. Но я жду, где я. Выращивая томаты, Манап Тохти планирует построить дополнительные теплицы, чтобы разнообразить овощную корзину. Молодой специалист Сулайман Смаил думает не только о своих теплицах, но он также хочет поделиться своим опытом переезда и подготовить современных специалистов сельского хозяйства. Выращивая тела на земле, овощей пишет руками и его руки заставляет. Их нет, они были, которые были, они говорят, что мы не нашли, мы не нашли, мы обещали, мы не нашли, мы не нашли, мы не нашли, мы нашли.